А черную ветку закрыли. Продолжение следует. Добрый день. Вот на диване войска. Блотными ночью солнце свита. Не диванная информационная. Нихая себе, блядь. В рубашечке, блядь, костюмчик вот такой. На крутые в себе, на крутые, блядь. Откуда будете? Москва. Москва? Слезам не верит. Нет. Нет. Как там, наверное, Москва? Москва пришла на корм акула. Сгорела и палала. Да. Вместе со всем украинским флотом. А что убежали-то? За Украине. Скобеевый слава. Путин? Нету. Он там, в Кремле. Путин хуймо. Че, вас в школу до сих пор не пускают? Да. В школу, ну я вижу, безмозглые все до сих пор. Проблемки. Вы дебилы. Понятно делал. А вы-то все умные, да? Ну да. А че в школу тогда не ходите умные? А, а... Потому что мы на нас напали. Да ты что? А че учиться нельзя? А ты что, серьезно? А ты что, типа не знал, да? А че, можешь сам книжки почитаешь, присядешь, нет? А я читаю, нет? Ничего-то не похоже. А че, я может хочу учиться? Ну какой, ты смотри. Ага. Да, тяжело вам будет тяжело. А то вам будет скоро тяжело. Да ладно, освободить. Ну скоро тяжело будет. Не, не могу с детьми общаться, это какой-то трэш. Мне их даже жалко как-то. Маленькие зомби. Это как-то даже, не знаю. Как-то даже неудобно. Там даже ни о чем разговаривать. Ни о чем. Но уровень как бы, да, понятен. Тут рулетка какая-то сегодня. Не хочет запускаться. Чего у них? Почему скидывает стендер? Как запустить? Как запустить? Что происходит? Добрый день. Добрый день. Вы откуда? Москва. Москаль. Все, Москаль. Все, Москаль. Украина. А они кого ищут? Бандеру здесь хотят найти в чатру ветки. Они кого хотят найти, Пандеру? Всем лежать в окружении. Нет. Пока. Ну они россиянки, в чей смысл. Привет. Черт. Хочет прикал. Черт. 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 Ну а не россиянки. Не хочу. ты где человек у нас ночь вас ночь смотря я могу жаловаться нажать пожаловать и не будет у тебя чат рулетки сразу бежал привет россия привет привет мы тоже россия но мы пойдем искать других что у них у всех что происходит чем я съем все дают где эти они все сбежали из рулетки что ли саудовская аравия россия в потолок потолок сейчас нажму пожаловаться и будет бан тебе лицо показывает еще один потолок признак москвы украине скобеевый слава кому скобеевый слава а чё нет то почему она же герой украины почему так происходит нормальный же отзыв чё за винегрет какой-то сегодня ну кстати я родился советском союзе как и вы я думаю это называется берет берет ну и шо ты типа спецназов это у меня информационные войска ну да по украински опять все на что они способны это это все возможности видимо это понимаю на этом на этом заканчивается опять черный экран какой-то успел я нет надеюсь им прилетит какой-нибудь здравствуйте аж страшно стало аж страшно информационные войска россии ничего страшного чисто пообщаться залупы залупы прокаженной а не россии лепрозория взрослый человек формулировать так сказать название информационные войска страны лепрозории да для прозория да ну давай прокаженный информируй нет я у вас информацию я наоборот ищу у вас информацию у нас все идет по плану у нас все по плану попал украина далее сколько еще отдавать будет уничтожает себя сама за счет себя из руками все идет по плану какие факты россия твердо стала знаю покажи россия украина один народ путин будем же сказал россия украина один народ да как правильный вот один народ уничтожает свой народ мы народ мой народ один лишножаем вы посмотрите как и мы народ не уничтожает мы уничтожаем армию освободили человечеству мы освобождаем от фашистов нацистов и всех остальных вот этот взрослый человек вот пожалуйста 10 минут ни одного более-менее вменяем ну чтож здравствуйте здравствуйте не скажу по флагу что зимбабве а город понятно что по флагу зимбабве какая зимбабве а что это это флаг украины ну да а что мы просто не хотели почему не знаю область какая а вот это вам не нужно знать стесняется вы военный информационные все что-то их сегодня не хватает ни на что опять потолок здравствуйте 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 москва москва одесса 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 хорошо как вы в одессе чтобы стать независимым независимыми независимым и так независимы от украины от украины нам нравится за путина голосовой за зеленского голосовали я да ну как нормально то есть вы довольны тем сейчас происходит то что сейчас происходит да какой то связываете зеленского это сейчас происходит ну что он все жмучил объясните объясните ваш ответ замутил ну а от минских соглашений кто отказался от минских соглашений потому что вы минские соглашения не соблюдаете вот почему кто мы от них но вы конкретно россии россия ее там не россии а и урана что значит нет а где в минских соглашения где россия где россия читали нет я читал да да нету россии нету в каком пункте написано россии и в 13 всего и в 13 всего давайте я вам подписи посмотрите кто их подписал подписи о бсе россия россия в трехсторонней в трехсторонней контактной группе три стороны украина россия и страна там 5 там о бсе хотите вам зачитаю контактная группа давайте я вам я вам я вам я вам зачитаю я вам сейчас зачитаю я вам сейчас зачитаю минские минские соглашение так читаем вторые минские соглашения минск 2 2 минские соглашения минск 2 так документ так был согласован германия франция украина и россия украина и франции там нету ну вот у вас есть же интернет давайте вы тоже загуглите как и я давайте мы вернемся к вопросу и из-за чего все началось вы говорите так я же говорю что вот 12 февраля 15 года тихо 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 хорошо а вы тут причем если мы не захотели минские соглашения к примеру допустим подписывать вы тут причем но так было сказано если вы откажетесь если вы отказываетесь то россия признает улнрднр вы кто такие вообще а мы гаранты исполнения минских соглашений так вас нема в минских соглашениях нет я сказал что 5 я не сказал что нас нет я сказал что мы гаранты слушай гаранты ты только что сказал что у вас нету нет в исполнениях нету да в исполнении нет мне обязаны ничего исполнять за крым за крым и и еще еще все за крым еще за крым и все да да нет опять же гуглите ты врешь но хорошо давайте я посмотрю где посмотреть нет минские соглашения санкции на вас налажив потому что вы не соблюдаете минские соглашения в пунктах нету крым это уже пройденный этап и гусю понятно почему нет хорошо там 13 пунктов в минских соглашениях 13 пунктов правильно я там не углублялся в эти ну как давайте углубимся я знаю некоторые факты знаешь и все какой факт почему на вас наложенные санкции за крым за несоблюдение минских соглашений с вами подписывали мы гаранты исполнения я знаю что там четко написано о прекращении огня так с кем с кем подписывали соглашение о прекращении огня разве же разве в крыму идет час война вам прочитать нет не давайте вам прочитать минские соглашения 2 полный текст могу прочитать давай вернемся обратно к тому же вопросу который якобы зеленский допустил ты хочешь сказать эту войну он ее даст провоцировать спровоцировать каким образом как таким образом я что-то отказался от минских соглашений потому что мы гаранты исполнения и по гарантиям поэтому мы сказали если вы откажетесь то мы признаем признали ЛНР независимыми государствами подписали с ним договор о взаимосотрудничестве в том числе в военной сфере то есть по этому договору мы обязаны по этому договору мы обязаны защищать эти два государства эти два государства попросили нас секунду попросили помочь нет почему Харьков почему Киев почему Киев потому что демилитаризация всей украинской армии демилитаризировались почему-то вы в Киеве и в Харькове нет из-под Киева мы ушли из-под Киева ушли по договору опять же ты видел себя в зеркало ты видел себя в зеркало да да фашисты вы фашисты причем здесь мой вид и фашисты не понял почему что почему мой вид и фашисты почему мой вид и фашисты ну ты видел себя в зеркало ну так я сейчас себя вижу да ну и что это ну и что это ты фашист сидишь в военной форме в очках в кепке какой-то непонятный с государства которого очки и военная форма фашистов только да и хочешь мне доказать что вы тут правы в этой войне так а в чем мы не правы потому что вы бомбите мирное население никто мирное население не бомбит что значит никто не бомбит но только высушники в Одессе торговый центр ривьера это что-то за объект такой торговый комплекс ривьера торговый комплекс ривьера я знаю там по аэропорту папа школьному у них аэропорт есть школьный вот по нему прилетает торговом центре ривьера но это кто-то из ваших я знаю что такое аэропорт школьный я про то что ты говоришь вообще нигде не видел даже в новостях я видел жегка какой-то прилетела я чеку каждый день ты не хочешь увидеть мариуполь с лица земли стерли кто военный город кто стер то кто стер то ты жители мариуполя послушай посмотри ну ознакомься я не хочу слушать ваши новости нет жители мариуполя послушай они наши новости гуси пролетели и насрали на мариуполе и мариуполе развали нет ты посмотри что говорят жители мариуполя они рассказывают как азов расстреливал весь город просто так пока еще не было никого даже ты лунатик просто если ты веришь так это почему я это что говорят жители мариуполя а я общался с людьми с глазу на глаз дружище с глазу на глаз ты в мариуполе как с тобой сейчас общаюсь понимаешь ты в мариуполе я не был в мариуполе я общался с мариупольцами которые уехали до того как там началось что они уехали до того как началось чем тут до того но когда там был охранжено там никого не выпускали как это не выпускали там азовцы никого не выпускали причем тут азовцы почему вы сразу скидываете на героев украины такие вещи герои украины защищали украины защищали да герой украины наши герои они до сих пор рейдис чё сказал нигилизируйте типов которые сдались в пленца сами понимаешь ты сейчас насмотрелся всякого бутера и пропагандируешь вот эту тему понимаешь ты не хочешь вообще смотрю ваши видосы больше ты не хочешь слышать про а я тебе говорю я общался с этими людьми а ты мне до того они выехали нет пять лет назад так смысл мне с ними общаться но есть такой канал на ю тубе на ю тубе есть канал есть такой американец патрик ланкастер нет просто я тебе говорю ты можешь ознакомиться почему вы людей не выпускать из херсонской области куда они кто хочет тот уехал нет неправда ты знаешь людей из херсонской области ты общался по телефону с ними ну дети где подтверждение почему российские военные требуют взятку за выезд вот у меня знакомый знаю лично выехал из херсонской области за 10000 гривен но это твои слова я не вижу это мои слова конечно же ты мне не веришь ты не хочешь верить людям вот и веришь телевизору своему так я не телевизор смотрю я в теле не смотрю у вас по телевизору ваших репортеров ваших журналистов независимых смотрю и даже журналистами не назовешь потому что это пропагандисты они журналисты а у вас не пропагандисты а мне ты не веришь ты не хочешь у вас два месяца заорали что русские солдаты насиловали детей которые когда когда которая хочет выехать с херсонской области а именно с тихой гавани есть такое местечко она не может выехать у нее нету денег чтобы дать русским на блокпостах денег сигарета не требуют еще там разные моменты понимаешь пусть с ними обратиться ты не хочешь не верить конечно же ты мне не будешь пусть обратиться фашизм а чё на не обращается я ж не зря на тебя говорю фашизм фашист потому что ты веришь всему только не людям нет как раз я верю людям мой папа родной он фашист знаешь почему потому что он живет в московской области он верит телевизору кому угодно но только не мне только не мне и поэтому вы фашисты вы больше почему ты мне не веришь понимаешь потому что я верю людям мариупольцам а не то что ты мне там говоришь ну так посмотри что мариупольцы говорят нацисты бомбили город нацисты бомбили получается киев харьков одессу сейчас бомбят нацисты бучу ирпень бучу ирпень болели как раз эти нацисты судя по твоей логике эти все города бомбили нацистами калибрами ну калибрами бомбят военные обла администрации это как раз есть военные это руководство военное люди там сидят депутат это штаб штаб военные оказывается тату нет а перообороны не военные в харькове да есть видео там придется с юга прямую а чего ты мне не веришь потому что то есть ты ерунду говоришь понимаешь да ты смотришь а я живу в украине есть разница а ты луна как думаешь она как шар или как диск я был под черниговом возил туда гуманитарную помощь на машине луна как шар или как не хочешь не верить ты не хочешь а ты мне не хочешь верить что высоту обстреливают харьков нет я не вижу в этом никакой логики и кстати харьковские тоже с харьковскими друзей харьковский очень много а с юга почему туда прилетают град у меня есть друзья а есть видео где раки град попадает в прямую в дом с юга но это видео но показывает там откуда летит там откуда все запускается ты знаешь что есть такая прям камера прям как смотри 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 вот стоит дом в харькове в него при прямой прилет прям в дом скажи вот если дом стоит вот так а вот сюда ракета попала то она откуда прилетела вот отсюда вот отсюда конечно или отсюда или отсюда конечно вот отсюда вот потом идешь на карту смотришь адрес этого дома и ты по и ты смотришь что вот отсюда это логично это все это юг это юг вот поэтому одному видео ты сделал нет там таких видосов 5 есть и ты по этим выводам сделал что мы бомбим все свои города а там откуда прилетает ракета а ты теперь объясни мне логику ну дано чтобы шоушники например бобят свои города элементарно как ты думаешь если бы мы сами бомбили бы свои города вы бы взяли бы киев если мы сами бомбили бы киев как вы не разбомбливаете под хлам вы просто злость в людях злость в людях конечно ты не подозреваешь в силу это тоже люди это тоже народ это не просто какие-то мистические бандеровцы националисты служат ну какая-то часть какая-то часть безусловно просто люди я тебе говорю за высушников какая-то часть конечно какая-то часть но понимаешь что не солдат решает что делать не решает бомбить свой дом или нет это не солдат так он не у себя дома а ты а ты не проследуешь логику если бы мы так бомбили вы вымещали злость на своих зачем мне если мы вас если меня не слышишь в чем у нас очень хорошо и получается вас гатить ты не слышишь мистическую армию непобедимую там и тому подобное это все бред что ваша армия там непобедимая она такая белая пушистая я скажу и убийцы короче и насильники вот и все ваша армия я скажу вы пришли сюда воровать убивать и грабить вот ваша цель все никакой нацелить демилитаризации деноцификации люди которые там служат пацаны по 20 это не таких слов не слышали никогда эти буряты дагестанцы и тому подобное понимаешь они таких слов даже не слышали не знаю что это такое понимаешь чем я тебе говорю я скажу и я скажу да говори говори я тебе сказал что цель этих обстрелов воспитать злость люди в этом городе русской армии российской они для того чтобы вы помещаете злобу чтобы люди начали ненавидеть русских надо показать что русские плохие а русские не обстреливают дома как делать обстреливают по городам если оно и так очевидно нет не очевидно 14 года ты что прикалывайся с какого 14 года тут любой ребенок знает любой житель знает кто такие русские и что такое русский мир тут не надо бомбить города свои дома чтобы чтобы показать русский мир нет вам надо посмотри на крым посмотри на донецкую луганскую область как они живут какой ваш мир довольны какой в этом мир туда принесли так пока мы как раз мир несём мы только несём мир пока там мира нет до сих пор обстреливают донецк до сих пор до сих пор каждый день обстреливайте донецк и прозри глаза немного откроется выключите youtube канал и пропаганду свою душу свою спасешь себя и весь дом мы вас сначала спасем не надо нас спасать надо не надо вас не надо нас спасать надо вы сами себя не франковский видел чё позавчера было не можете разобраться у вас нету ни демократии у вас нету ни свободы слова а у вас есть свободу слова у нас есть да по-русски у вас можно спеть на улице песню ну смотря где сейчас конечно нет сейчас нет то есть если ты поешь песню на русском это не это свободу слова нельзя петь я не хочу петь рублю песню ну ты не хочешь а вот допустим сосед его хочет и сосед не хочет но вот вот я ж тебе говорю в фан франковский позавчера музыканты я видел я видел я видел мужик да мужик может где-то позволил себе лишнего там ляснул того под парня так но это логично идет война логично а то что мэр сделал после этого логично что что мэр после этого что сказал логично слушай а если бы в советском союзе в сорок третьем году к примеру какой-то русский пел бы песню на немецком языке в москве чтобы с ним было я думаю ничего мне бы сам просто песни пел да и пели я думаю большим на немецком языке в сорок третьем году и что он же поет просто песни если он русский человек и просто песни поет на немецком а почему есть язык то ты знаешь чем проблема вот тебя ты не хочешь воспринимать логически почему у нас на украинском пою что касается языка какое вам дело до нашей страны как мы тут причем здесь язык то я понять не могу запрещаем русский язык какое вам делать это какое-то геноцид это не геноцид как а что это вы не запрещаете язык ни в одном почему вот человек пел а ему запретили я свободно общаюсь на русском языке так а почему петь на русском языке на улицах города а что у вас свобода у вас свободу слова или нет тем более тем более в его на франковске у вас свободу слова или нет на свобода слова так а почему нельзя то почему нету такого нельзя как ему лицо разбили понимаешь тут 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 надо голову включать вот и все нет человек хочет петь вас свободу слова слушай он может петь в любое другое время но не в этом так если у вас свободу слова почему нет когда люди когда когда люди воюют понимаешь вы с языком воюете или с кем это это минимум это это минимум на неуважение к русского к украинским войскам понимаешь украинским жителям в чем здесь ты на русском разговариваешь ему дали леща согласен там мужик себе позволил лишнего я я это не поддерживаю ну это уголовное я не поддерживаю таким образом там дал ему леща там например можно было культурно объяснить друг ну сейчас не просто в чем русские песни понимаешь на улицах украинских городов так начнет свободу слова понимаешь понимаешь нет что значит свобода слова слабого выявления слова понимаешь у вас либо есть либо нет либо ты можешь говорить что хочешь но если не можешь говорить так а почему тогда ему лицо разбили и мэр сказал что это хорошо власть сказала что это хорошо понимаешь мнение одного человека это одно а власть это другое почему мэр позволяет себе говорить что нефига петь на москальском языке конечно как эта власть такая у вас ты можешь разговаривать а петь не можешь петь во время войны это это мова это язык оккупантов он сейчас ты сейчас на нем разговаривать мне мне русскоязычному мне русскоязычному режет слух русский язык можно себе представить до какой степени мы вас не ненавидим вот это и есть деноцификация это это не не из показатель свободы слова мы просто блевать от него вот вы ненавидите по национальному призраку миром с русским миром мне блевать русскоязычному родившимся в подмосковье кстати при этом прожил до девяносто пятого вот мы сейчас поэтому введем к вам а вы тут причем потому что вы ненавидите нацию вас вас конкретно так это и есть фашизм ненависть к нации ты есть фашизм нацизм за то что вы делаете конечно что мы делаем пришли с миром вы пришли с войной нет не не ланят ежет ежет какая-то логика цепочка война когда началась есть же какая-то причина потому что мы вас ненавидим не просто потому что мне не нравится русский язык потому что вы идете с оружием на нашу страну на устах которых русский из а зачем вы на донбасс тогда пришли с оружием это наша страна что значит ваша страна но вы можете убивать людей спокойно и сюда не пришли там с украинским языком там никто ник мы за прекрасно понимаешь это за территории и что там за люди живут там основу живут русскоязычные украинскую и украинский язык людям которые там с детства там говорят на русском а зачем убивали убивали кого дончан коллаборантов коллаборантов которые 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 воевали вместе с русскими регулярными войсками донбассе где там регулярные войска не было русских войск не было с 14 года а псковские десантники которые погибли в один день откуда они взялись какие десантники там 11 человек которые заблудились а почему заблудились вообще-то украинская сторона признала что они заблудились и отдала новости свои смотреть на свои новости надо чекать сказали ну разве что через дурдом разве что через дурдом нет было 11 человек на одной бмп что они как каким-то образом нет они на границе были и въехали в глубь на 20 мм но мы живем в 21 веке из границы из колючей проволока из пограничных ну что значит блин что ты плетешь там у вас уже не было чем на границу плевать хочется от тебя просто пока айсен о здравствуйте а я написала только что контрольная на 11 баллов 11 баллов по химии да ты химик это молодец и вы из россии до москва я рада вы из москвы да да и вот как вы относитесь к войне 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 плохо хорошо военной спецоперации спецоперация вынужденная мера но это отлично да смысле отлично это вынужденная мера там другого варианта не было вынужденная мера а вы лично как относитесь вот военная спецоперация это хорошо или плохо я считаю что надо было раньше намного делать надо было раньше конечно смотрите к войне вы относитесь как в принципе к войне нет к войне плохо война вообще плохо какая разница вот между войной и военной спецоперации для вас для меня война это когда вся страна идет и убивает другую страну полностью а сейчас маленький контингент военных аккуратненько аккуратненько демилитаризируя армию не затрагивая остальное все тихонечко идет что что все остальное не затрагивая мирных жителей дома инфраструктуру гражданскую все аккуратненько идется вот посмотрите допустим вот мелитополь да есть город херсон города стоят полностью целые не тронуто ничего это вот называется вот операция тихонечко подошли прошли в город все весь город живет все нормально все работает там где армия высу начинает прятаться за гражданских начинает прятаться в школах в домах в детских садах то там приходится воевать с ними потому что они используя вашу инфраструктуру стреляют военных хорошо а вот я вам скажу про прилет ракеты в одесский жилой дом очень интересно я смотрел этот прилет это это ракета не российская могу объяснить почему во первых есть видео вы можете на самом деле вот если у вас есть желание да какое-то то вы ознакомливайтесь с тем что снимают ваши граждане у вас же да то есть вот не надо наши смотреть смотрите ваши есть видео из окна какого-то одессита как летит ракета он ее четко показывает она пролетает и улетает на аэродром в этот же самый момент раздается взрыв в тоже в этом в жк то есть ракета на видео летит в аэродром камера поворачивается направо и происходит взрыв совсем другом месте плюс стоп нет еще еще не в этом дальше смотрите крылатая ракета в николаеве есть николаевский ога вы наверно тоже слышали об этом прилете вот посмотрите на фотографию николаевского ога там от девятиэтажного дома не осталось вообще ничего там там вот такая дреха насквозь весь дом авто а в жк в одессе прилетела ракета и там нету трех квартир всего нет крылатая ракета у нее один боезапас и там и там крылатые ракеты туда же на одессу прилетели крылатые ракеты туда прилетела 4 крылатых ракеты сказали что одна попала в дом если бы крылатая ракета попала в дом то разрушение были бы ну раз в десять больше то что попало в дом в одессе вообще непонятно что, потому что эта ракета и не ПВО, потому что там нету следа от ПВО, и разрушения настолько маленькие, что туда бы от России маленькое такое не долетело бы никак. А крылатая ракета, если летит, то там бы, ну, подъезда бы не было точно в этом доме. Плюс прилет ракеты в дом ЖК прилетел с другой стороны. Если ракеты 4, которые по школьному были запущены со стороны моря, то ракета в ЖК прилетела со стороны Киева. Хорошо, я поинтересовалась этим вопросом. Да, побольше посмотрите видео, как-то забейте, посмотрите разрушения, откуда ракета прилетела, как ракета выглядит при прилете. То есть это вот, посмотрите, да, ознакомьтесь. Хорошо, спасибо. Не за что. Чел, видишь, это побойтесь Бога, говорит. Это он говорит мне, учитывая, что у них эти ребята из Азова сатанисты. Это он нам говорит, побойтесь Бога. Человек, у которого армия поклоняется сатане. Вот так вот. Такие вот у них забавные ребята в Одессе.